Ну, я вам говорю, что посетители безобразны. Это да. А давайте вот поговорим, смотрите, эта женщина, то, как она утверждала, сейчас она вообще говорила, что это, оказывается, не тига, а маленький, мелкий, полосатый зверек, выпыгнувший из кустов. Понимаете? Но до этого, а мы разбираем все, до этого она говорила, что вот тут вот она стояла где-то, вот именно тут, вот она стояла на этом месте. А тига спрыгнул, то ли с вот этого дерева, вот которое тоненько рядом стоит, понимаете, которое, в принципе, вы не видите даже, то ли с вот этого домика, которое рядом, и в полете с этого домика под уклоном у маленького ребенка, вот откусил сантиметр, в полете откусил этого пальчика. В полете он не откусит полсантиметра или сантиметр, потому что он летит, он еще больше вырвет. Он просто вырвет. Это говорят люди, которые не знают силу. Сила животного необыкновенная. У дикого животного в порыве агрессии или игры такая сила, что измерить ее невозможно. Ну, какие кости, тигр, какие кости дробит. Ну, вот скажите нам, что бы было, если бы этот тигр в полете, вот, что бы было? Рука бы вся туда зашла, ребенок бы, что бы было? Это гнется очень сильно. Вы знаете, особенно кисть, она очень слабая. Особенно ребенка годик, годик. Она очень слабая. Вот я вам скажу по слонам. У меня была слониха очень агрессивная. Она ловила чужих людей, кто пристрастится к ней, подружиться, она ловила. И вот если она уловит и промахнется, и схватит человека за кисть хоботом, человек вырвется, потому что тут складывается, он выдернется. Но если схватит он сюда, все. Нет, его сюда вырвется, и он ощутит эту силу зверя. Так же точно, как и ощущаешь такой импульс. Вот когда даже тигр хватает палку, а ты держишь эту палку, и он схватил, то ты вот тут ощущаешь эту силу на расстоянии. Он бы втянул эту... Что ж там твои ручки? Втянул бы он эту ручку туда? Или как бы было дело? Меня другое поражает. Вы пришли куда? Вы с кем пришли? С ребенком? Везде, 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 везде висят предупредительные знаки. Везде. Ну, почему вы должны взять ребенка и посадить сюда? Ну, вот если ты даже пришла, и у тебя маленький, и ты устала держать на руках. Ну, поставила на барьер ногами. Ну, ты же его держишь, чтобы он не упал. Ты же его держишь. И никакой, и никак ребенок сюда не достанет, если ты его вот так не дай ему. Свидетели говорят, что на вытянутых руках, есть свидетели, прижат был ребенок к сетке на вытянутых руках. Но уже в заключении, не заключении, а в выводах суда, они что сделали? Они убрали слово вытянутых. И получается, что в приговоре написано, на руках ребенок сидел, как будто свидетель сказал. А если вы тут на руках, как он достанет? Как он достанет? Вот, и говорят, что и стояние не то, и сетка не та. Они убрали одно слово. Вытянутых. Прижат к сетке. Нет. И все, это знаете как, казнить нельзя помиловать, запятую не там поставил и все. Ну это все помилует. А свидетель четко говорит, на вытянутых руках прижат к сетке. А тут явно видно, что вы никак, ребенок год, я проводила с внучкой эксперимент, я ее ставила сюда, у меня год и два, точно такая же внучка. Как она, как этот ребенок, даже если вот тут он сверху стоял, как он может туда дотянуться?